15 предложений за 4 дня. Жители Ненецкого округа активно вносят инициативы для включения в 10-летнюю программу развития региона НАО-100. По поручению главы региона в программу войдут не менее 100 проектов, которые нацелены на то, чтобы существенно изменить экономику и качество жизни северян. Ольга Русул продолжит тему. Сбор предложений для включения в проект НАО-100 стартовал в этот понедельник, 11 ноября. Инициативы разнообразны. Одна из них, например, от жителя Нарьинмара Владислава Баучейского, касается модернизации взлетно-посадочных полос в сельской местности. Сейчас в село округа добраться можно либо вертолетом, что весьма затратно, либо самолетом Ан-2. На сегодняшний момент наши посадочные площадки, которые находятся в деревнях, они могут принимать только самолеты типа Ан-2. И легкомоторные самолеты, у которых взлетная дистанция не более 500 метров, так скажем. Если мы в соответствии с возрастным кодексом сделаем посадочные полосы 1000-1200 метров, естественно, туда смогут летать и Л-410, и Ан-24. То есть то, что из-за качественных, либо импортная техника какая-то. В первую очередь модернизация позволит удешевить транспортные расходы для жителей деревень, расширить спектр перевозчиков. По мнению Владислава, опробовать проект стоит в населенных пунктах, в которых более 300 жителей. Другие проекты участников программы касаются различных сфер жизни и деятельности региона. Проекты достаточно интересные, совершенно разнообразен спектр отраслевой направленности. Это и от медицинских предложений до совершенно неожиданных спортивных каких-то объектов, вплоть до мероприятий даже. На сегодняшний день каждое предложение, безусловно, является проектом. Потому что мы не просто будем принимать, это же не просто там заявка, которая так или иначе завершится именно заявочно. Она требует все равно исполнения, финансирования, трудовых каких-то ресурсов. В любом случае это планирование как бюджета, так и, может быть, необходимости выхода на федеральный уровень. Поэтому в любом случае каждая заявка – это отдельный проект, который требует достаточно больших и серьезных затрат совершенно различных, будем говорить, отраслей работы власти. Сбор предложений для включения в проект НАУ-100 происходит на единственной площадке – портале «Народный контроль». Для этого необходимо войти во вкладку НАУ-100 и заполнить необходимые пункты. Это название проекта, цель проекта – ожидаемый результат, предполагаемый охват и краткое описание своего проекта. И, соответственно, по окончанию нажать «Отправить проект». Подать заявку можно с 11 по 25 ноября включительно. После завершения сбора инициатив будет сформирован пул проектов. Сто лучших из них выберут путем открытого народного голосования. Ольга Руслова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».